приветствуем вас на канале секреты звезд шоу-бизнеса наследник известнейшей творческой династии с детства имел разносторонние интересы но все же судьба привела его в кинематограф сегодня мы расскажем о 30-летнем актере иване янковском который уверенно делает карьеру в кино и абсолютно заслуженно пользуется любовью зрителей оставайтесь с нами и вы узнаете почему было тяжело его родителям с ним в детстве в каких фильмах он снимался о бурной личной жизни и чем он занимается сейчас иван родился 30 октября 1990 года в москве в звездной семье филиппа янковского и оксаны фандеры знаменитый актер олег янковский приходится молодому человеку родным дедом самого раннего детства он был активным и любознательным ребенком иван говорил вообще я был очень трудным ребенком я прогуливал обманывал ходил в кино просто гулял грыз семечки родители настолько измучились воспитывая шустрого отпрыска что на какое-то время для него был введен особый семейный режим школу уроки и сон но умерить бурный темперамент подростка не помогли даже многочисленные спортивные секции парень поочередно посещал секции плавания бокса легкой атлетики и футбола однако все они были заброшены не слишком большой любовью пользовалась и математическая школа где иван учился до девятого класса в семье всегда царила творческая обстановка поэтому иван и его младшая сестра лиза естественным образом прониклись неповторимой атмосферой театра и кино с родителями и дедом они посещали самые громкие премьеры дебют ивана состоялся в десятилетнем возрасте в тандеме с дедом он сыграл роль в фильме приходи на меня посмотреть мальчик выглядел на экране настолько органично что родители задумались о карьере актера и отдали его в московскую международную киношколу учеба в новой школе увлекла ивана настолько что поступление в гитис стало лишь делом времени сначала планировался режиссерский факультет юноша снял свой первый документальный фильм еще будучи подростком вместе с друзьями по киношколе однако мать настояла на актерско-режиссерском курсе и иван стал учеником сергея женовача активно сниматься и участвовать в театральных постановках иван начал с первого курса гитиса а в 2013 году сергей женовач зачислил талантливого ученика в свою труппу иван сыграл роли в спектаклях мастер и маргарита самоубийца и записки покойника с 2017 года на сцене театра имени ермоловой янковский участвовал в постановке утиная охота где его партнершами стали кристина асмус и дарья мельникова молодой актер сыграл роль великолепно и даже сравнение с именитыми предшественниками выдержал более чем достойно когда-то эту роль играл сам константин хабенский в спектакле утиная охота иван играет по сей день после дебютной роли ангела в ленте приходи на меня посмотреть были съемки в картине романа прыгунова индиго в отличие от успешной первой роли этот опыт стал не столь однозначным на картину обрушилась волна критики это позволило молодому актеру посмотреть на себя с другой стороны благодаря эмоциональному потрясению юноша какое-то время больше не снимался посвятив себя только учебе уже следующий фильм принес ему успех и популярность участие в картине тряпичный союз принесло ему почетную награду фестивале кинотавр за лучшую мужскую роль для главной роли в картине дамы пик актеру пришлось всерьез заняться хореографией и много работать над дикцией его партнершей стала известная актриса ксения рапопорт воплощение образа оперного певца андрея принесло ивану янковскому премию золотой орел в номинации лучшая мужская роль в кино актер одержал победу в соперничестве с данилой козловским и петром федоровым фильм источник стал настоящим испытанием для янковского для роли в фильме по мотивам купринской олеси где иван сыграл столичного повесу ему пришлось суметь найти общий язык с дикими животными и несколько раз искупаться в ледяной реке ошеломительный успех драмы клима шипенко текст заставил снова заговорить о молодом актере за этот фильм он получил премию золотой орел в 2020 году в номинации лучший актер второго плана в последнее время вышло два фильма которые принесли актеру настоящую славу и признание сериал топи и кинолента огонь фильм огонь где иван сыграл в тандеме с константином хабенским стал настоящим открытием 2020 года максимально приближенные к реальности съемочные условия и талант актеров принесли фильму кассовый успех и зрительское признание мистический сериал топи съемки которого происходили в 2020 году в беларуси вышел на экраны уже в начале 2021 года и имел невероятный успех иван сыграл роль дениса титова смертельно больного основателя мега успешного стартапа в 2021 году иван заканчивает работу над фильмом чемпион мира о противостоянии известных шахматистов корчного и карпова на очереди отечественная драма плакать нельзя судьбе русской иммигрантки в скандинавии съемки картины запланированы на 2022 год у актера также бурная личная жизнь первым серьезным увлечением любвеобильного юноши стала камила байсарова дочь бывшего мужа кристины арбакайте в то время девушки было всего 17 ее увлечение папа бизнесмен совсем не одобрил перспектив в будущем актере он не увидел и вскоре пара рассталась учеба в гитисе подарила ивану роман с дочерью константина кинчева верой панфиловой она едва не стала законной супруга ивана уже состоялось знакомство с родителями но спустя три года пара неожиданно рассталась после краткосрочного романа с дочерью ресторатора александрой новиковой иван вновь вернулся к вере к сожалению осенью 2020 года молодые люди расстались окончательно причиной послужило увлечение ивана дианы пожарской на тот момент находящийся в счастливом браке с артемом аксененко несмотря на то что диана до последнего отрицала связь с иваном янковским в прессу просочилось известие о ее разводе с мужем вскоре молодые люди перестали скрывать свой роман возможно в скором времени внука олега янковского ожидают приятные перемены в жизни ходят упорные слухи что 29-летняя диана беременна и иван янковский вскоре станет счастливым отцом подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наши новые видео ставьте лайки жмите на колокольчик до новых встреч